Тогда я зрозумела, я и никто не попередил, как в Нью-Йорке заканчиваются романы. Мы живем в циничный час. И больше нет снятанка у Тейфани, нет треволых отношений. Взамен холодные яичные осемные ранницы и короткие ядрышки. Холодные оборонить обеих из тискульней бестрад. Купидон продался с дрыбухами. Как это мы уляпалися? Гадких женщин тут тысячи, десятки тысячи. Мы их ведаем, захопляемся ими. Они вандруют, они платят податки. Могуть выдатковать 400 долларов на басоножке от Манола Бланника. И они одинокие. Одна моя сябрука заушты сустракалася с зашаламляльными хлопцами. Одной ранницей я напрашнулася АЮ-41. Ей больше не запрашали на спотканье, у я изробился нервовый взрыв. Я извольнили, и я навернулся весь кончен. До своей мати. Это история для женщин. Мужчины не зрозумеют. Мужчины? Первое важно бояться успеховых женщин. Раю таким женщинам держать язык за зубами и гулять в пропонованную гульню. Чем старейший, ты будешь разборливое рабище. И ты меньш, у тебя еще бромб. Коли ты поспеховая и самотная, ты маешь два шляхи. Биться головой бщану, спробуючи знести себе мужа, и послать все к черту и тешиться с сексом, как мужчина. У себя сидел, да? Не, я маю на увазе, без почувствия. Стоится, я начинаю думать, что одинное место, где теперь можно суткнуться с романтикой в Нью-Йорку, это гей-клубы. А двуполая любовь заняпаде. Я не маю часу на серьезные относины. Я целиком занятый Дереком. Не думаешь, что он тобой користается? Когда я человек утропенный, мне больше важна его карьера. Когда он будет надеянно улыбкованный, займусь особистым життем.